Визит в Монголию – это первая с 2023 года поездка Путина в какую-либо страну, которая подписала римский статут и признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского лидера. Самолёт Путина приземлился в столице Улан-Баторе в понедельник вечером. Там его встретил почётный караул, мимо которого российский президент прошёл по красной ковровой дорожке. Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС. Неспособность правительства Монголии выполнить обязательный ордер МУС на арест Путина является тяжёлым ударом по Международному уголовному суду и системе Международного уголовного правосудия. Евросоюз также выразил обеспокоенность в связи с визитом в Монголию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Набилия Масрали. Дипломат напомнила, что Монголия артифицировала Римский статут, основополагающий документ Международного уголовного суда в 2002 году. Те страны, которые признают юрисдикцию МУС, должны выполнить предписание ордера в случае приезда Путина. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует ордер на арест Владимира Путина. Несмотря на недовольство украинской стороны, а также предупреждение со стороны Евросоюза, нет никаких признаков того, что Улан-Батор готовится арестовать российского президента. Как отметил президент Хур-Эл-Су, приоритетом Монголии является развитие стратегического партнёрства с Россией. «И наше общество, и правительство, и государство. Мы всегда стремились и стремимся обеспечить дальнейшее развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнёрства. Это является приоритетным направлением нашей внешней государственной политики. За последние годы наши взаимоотношения активизировались. Были осуществлены несколько взаимных визитов как на высшем, так и на высоком уровне». Владимир Путин и Ухнаагин Хур-Эл-Сух обсудили такие перспективные направления, как сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной сфере, включая железнодорожные сообщения. На встрече лидеров России и Монголии Владимир Путин не оставил без внимания и вопрос образования. Подчеркнув, что Россия ценит интерес монгольской молодёжи к русскому языку, он отметил, что Россия ведёт дополнительные 620 код на обучение студентов из Монголии.